Торгово-развлекательные комплексы Чувашии продолжают сдавать экзамен на безопасность. Качество выявленных нарушений перевалило за полторы тысячи. Рейды еще продолжаются. Предварительные итоги проверок подвели на заседание комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Массовые проверки торговых объектов показали, что стремясь заработать прибыль, о безопасности покупателей бизнесмены не заботятся. В прокуратуре уже возбудили более 150 дел. Чтобы навести порядок и исправить все недочеты, предпринимателям отводят от двух недель до года. На 168 объектах выявлено около 2000 нарушений законодательства. По результатам проверок вынесено 128 представлений. Возбуждено 161 дело об адвокационных нарушениях. Выявлено 20 нарушений, связанных с полным отсутствием пожарной сигнализации и 74 нарушений, связанных с ее неисправностью. Следующие массовые нарушения связаны с эвакуационными путями и выходами. В ходе проверки выявлялись нарушения, связанные с геометрическими параметрами отделки и исполнением. Отдельно хотелось бы отметить, что у многих торговых центров пути эвакуации пролегают через лифтовые холлы, две решатки которых выполнены не в противопожарном исполнении. Работу над ошибками предприниматели уже начали. Было обнаружено, что отсутствует система оповещения в кинозалах. Данное нарушение нами уже устранено. Для защиты атриума в межэтажных перекрытиях, так как у нас большое атриумное пространство, предусмотрено противопожарные шторы. Трагедия в Кемерово, отмечает Михаил Игнатьев, должна послужить уроком. Нормы и правила безопасности необходимо соблюдать неукоснительно. По итогам проверок в МЧС опубликуют черный список торговых центров, где инспекторы выявили грубые недочеты. Одно дело, с первой разрешительной документации берут, потом начинают смотреть, чтобы каждый квадратный метр давал соответствующие финансовые средства. То есть счетчик работает на карман бенефициара или там, нанятого менеджера. Зарабатывание денег любой ценой приводит к таким последствиям, как произошло, допустим, к Кемерово. От пожаров необходимо оградить и чувашские леса. В этом году на эти цели направят более 25 миллионов рублей. Все команды готовы, штабные команды, учения проводились. Значит, люди настроены, надеемся, профессионализм сработает. И с 28 апреля текущего года будет установлен особый противопожарный режим. Нередко от огня страдает и Персурский заповедник. Причиной ЧП часто становятся искры от поездов. Обезопасить леса от пожаров должна помочь система видеомониторинга. Радиус обнагружения составляет до 30 километров. Охватывает не только наш заповедник, но и соседнее лесничество, путь до Аватаря. В настоящий момент ведется работа с подрядчиком Горьковской железной дороги ООО «Реммагистраль» на проведение работ по нерализации полосы отчуждения Горьковской железной дороги. Если тренировки проводите, не ради галочки должны проводить, а на самом деле осознанно, ответственно, в случае, там, и к счастью, люди знали, что нужно делать. На повестке дня и подготовка к упальному сезону. В этом году в каждом муниципалитете должны быть обустроены специальные места для отдыха. 80% несчастных случаев в прошлом году, как и ранние предыдущие годы на воде, это именно в тех местах, где не оборудованы места для отдыха населения. Из 32 утонувших взрослых 25 находились в нетрезвом состоянии. Это 78%. Вот наша беда, вот наша проблема. К упальному сезону сейчас готовятся спасатели. Пока не установилась жаркая погода, в МЧС планируют провести рейды, чтобы рассказать о правилах безопасности на воде. Счет утонувшим в республике уже открыт. С начала этого года погибло 4 человека. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика.